20.30 на часах эфир первого Приднестровского продолжает КЭБ. Добрый вечер, мы начинаем. Накануне в Молдове состоялись досрочные парламентские выборы. В них принимали участие и приднестровцы с молдавским гражданством. Проголосовали более 28,5 тысяч человек. Как все прошло, сейчас расскажем. Утро воскресенья, пункт пропуска Варница. Приднестровские машины пересекают границу с Молдовой. Там досрочные парламентские выборы. Пока все спокойно. Никаких волнений нет, все спокойно. То есть вы спокойно зашли и спокойно проголосовали? Да. Проголосовали там, свободно вроде, никто ни к чему не принуждает. Спокойно. Были на выборе, все прошло организовано. За 15 минут. И все было сделано. Но чтобы был мир и дружба. Все же без напряжения не обошлось. Чуть позже на пункт пропуска Варницы подъехали комбатанты. Это те, кто в 90-е воевал на стороне Молдовы. Весь день просидели на скамейках по деревам, записывали номера, пересекающих границу машин наших граждан. Все это снимали журналисты Молдовы. Примерно в полвосьмого утра к посту полиции подошли сначала семь человек, потом еще восемь человек. Комбатанты. Которые хотели перегородить движение, но сотрудники полиции их оттеснили с проезжей части. Они постояли и потом ушли в сторону переезда на Варнис. Паралданных и Копанки этими так называемыми активистами предпринимались попытки заблокировать избирательные участки для наших граждан. На этих выборах в Молдове в качестве наблюдателей работали депутаты Госдумы России. Граница с Приднестровьем – обязательный пункт посещения. Та ситуация, которая уже не первую избирательную кампанию разворачивается на границе Приднестровья, когда часть достаточно агрессивно настроенных граждан Молдовы пытается не допустить до голосования людей, живущих на другом берегу. Это, конечно, вызывает в первую очередь позицию наблюдателей. Мы уже не первый раз обращались в избирательную комиссию Молдовы о том, что это нарушение избирательного прозаконодательства, нарушение избирательных прав. И сегодня мы специально приехали в Арницу посмотреть, как правоохранительные органы Молдовы обеспечивают возможность проголосовать людям, насколько ситуация в данный момент. Видим, что пока достаточно спокойно все, люди приходят в избирательные участки. Желающих проголосовать на выборах много. Активность приднестровцев, количество машин на таможне и людей у избирательных участков стояли в длинных очередях на жаре по несколько часов. Чтобы был мир, чтобы было так, чтобы было хорошо всем. И нам, и русским, и молдаванам, и украинцам, и всем. Чтобы все жили мирно, как раньше. Мы соседи, а у меня родственники в Молдове, и здесь родственники. Чтобы людям всем хорошо живут, и чтобы не воевали люди. Более 28,5 тысяч приднестровцев приняли участие в парламентских выборах Молдовы. Это на 4 тысячи меньше, чем осенью прошлого года, когда соседи выбирали президента.